Эпитоп Привет, меня зовут Саша И пока я говорила эту фразу В моем организме умерло 5 миллионов клеток 5 миллионов Звучит довольно много Но 5 миллионов клеток на самом деле Сущая ерунда Они бы прекрасно уместились бы Вот на таком кусочке внимания Удивительно, но все умершие клетки Вовсе не погибли в результате Какого-либо несчастного случая Каждый из них Покончил свою жизнь с самоубийством Но Зачем они это сделали? Неужели мои собственные клетки Решили, что они мне больше не нужны? Оказывается, что самоубийство наших клеток Это нужный и полезный процесс Который происходит в организме постоянно Он называется термином Апаптоз И в переводе с древнегреческого означает Опадение листьев В результате апаптоза клетка как бы разваливается На много маленьких кусочков Эти маленькие кусочки называются апоптотические тельца Апоптотические тельца Зачем появляются специальными клетками Макрофагом Кстати, слово макрофаг переводится как Большой пожиратель И эти клетки нужны специально для того, чтобы Пожирать разные вредные бактерии Чужеродные частицы Ну и собственно те самые апоптотические тельца Клетки выбирают с помощью апоптоза очень-очень часто Начинается все еще в утробе матери Например, изначально пальцы на наших руках и ногах срочны вместе И благодаря апоптозу клеток, которые их соединяют Наши пальцы разъединяются Но в итоге мы с вами можем носить не только варежки, но и перчатки У некоторых людей в результате небольших нарушений апоптоза Промежутко между пальцами не формируется Это называется синдоктилия И самый безобидный вид синдоктилии заключается в том, что два пальца на ноге срочны между собой Выглядит примерно вот так Это явление довольно распространенное и встречается примерно у одного человека из двух тысяч Поэтому неудивительно, что такой безобидный вид синдоктилии обнаружился у многих известных людей Ну, например, до этого юного хипстера были срочены второй и третий палец на левой ноге Узнали его? Это же Иосиф Виссарионович Но зачем же клетки продолжают себя убивать и после рождения? Дело в том, что с нашими клетками постоянно происходят какие-то неприятности Они повреждаются и заражаются И вот когда клетка понимает, что с ней что-то не в порядке Что она больше не может выполнять свою функцию Или что она даже опасна для окружающих Она запускает программу самоуничтожения Чтобы освободить место для новой здоровой клетки Но иногда бывает так, что у клетки появляются какие-то проблемы А она сама их не замечает Ну, например, она вдруг начала безостановочно делиться Тогда соседние клетки, почуяв неладное, отправляют ей специальный сигнал Умри! Для этого они вырабатывают специальные сигнальные молекулы Активаторы смерти Активаторы смерти находят на поверхности странной клетки рецепторы смерти А рецепторы смерти это тоже сигнальные молекулы, которые есть на поверхности любой клетки Активаторы смерти связываются с рецепторами смерти Запускается программа уничтожения И в результате этой программы клетка погибает Иногда бывает так, что клетка может случайно оторваться от своего местоположения И поплыть с потоком крови, куда глаза глядят Но в таком случае ей тоже придется самоуничтожиться Потому что мы не хотим, чтобы клетки в случайном порядке плавали по нашему кровотоку И росли где попало Нам нужно, чтобы наша печень состоялась из клеток печени Кожа из клеток кожи Ну, а кровь из клеток кроны Получается, что аптоз это не совсем эгоистичность и убийство Это скорее что-то вроде героического самопожертвования К сожалению, иногда бывает так, что клетки нашего организма Не стремятся жертвовать собой ради общего блага Тогда такая клетка, даже если заметит у себя какие-нибудь повреждения Не будет спешить самоуничтожаться Более того, она либо уберет со своей поверхности рецепты для смерти Ну, либо просто перестанет их слушать И здоровые клетки, как бы они ни хотели, не смогут отправить ее в аптоз Такая клетка будет называться клеткой опухоли И вместо того, чтобы умирать, она будет долго размножаться, делиться И в итоге принесет своему обладателю массу неприятностей Получается, что уход от аптоза это один из основных механизмов выживаемости опухолевых клеток Во-первых, благодаря этому свойству опухолевые клетки очень сложно убить А во-вторых, теперь они могут спокойно путешествовать кровью по организму Поскольку факт того, что они отделились от своей собственной ткани, их нисколько не смущает Такое странствие по кровотоку приводит к образованию дополнительных опухолей Они называются метастазы Ну, например, если у пациента рак легкого дает метастаз в печени У него появляется новая дополнительная опухоль в печени На какие еще хитрости будут опухолевые клетки, чтобы выжать в организме Я вам расскажу в следующих выпусках С вами был канал Epitop И спасибо за просмотр!